Здравствуйте! По итогам прошедшей недели российский фондовый индекс ММВБ вырос на 2,4% до 2345 пунктов. Стоимость нефти марки Brent прибавила 3% до 77 долларов 20 центов за баррель. Золото в цене практически не изменилось и завершило торги пятницы на уровне 1318 долларов за тройскую унцию. Нефтяные котировки продолжают устанавливать новые рекорды. На прошедшей неделе стоимость нефти марки Brent поднималась выше отметки 78 долларов за баррель. После решения США о выходе из ядерной сделки по Ирану. Стоит отметить и другой факт этого решения, что остальные страны решили продолжить сотрудничать с Ираном, а Германия и вовсе заявила о готовности отстаивать соглашение в ВТО. В любом случае экспорт нефти из Ирана пока не пострадал, а значит цены на нефть имеют высокие шансы на снижение. Но нельзя исключать, что в будущем ситуация может кардинально измениться. В прошедший четверг Израиль нанес самый мощный авиаудар по границам Сирии, где территорию контролирует иранская армия. Все идет к тому, что рано или поздно в конфликт действительно будут втянуты крупнейшие нефтедобывающие державы. Союзники США, Израиль и Саудовская Аравия будут и дальше всячески провоцировать Иран на серьезный военный ответ. И как только это случится, то у США появится повод выставить Иран агрессором, что заставит и все остальные страны ввести против него санкции. На прошедшей неделе, несмотря на взлет нефтяных котировок, российский рубль показал лишь незначительное укрепление в пределах половины процента. Министерство финансов России продолжает присутствовать на рынке с покупками валюты. Причем объемы в мае рекордные. А вот аукционов по размещению облигаций федерального займа нет уже две недели. Поэтому и отсутствует дополнительный спрос на рубли. Но на этой неделе Минфин должен выйти с размещениями УФЗ. И это может оказать поддержку национальной валюте. Спонсор экономического блока акционерное общество Финам. Финам, инвестируйте грамотно. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на различных биржах. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели.